Летом 1999 года С тех пор на протяжении более 20 лет с ней регулярно выходят на контакт представители цивилизации Межзвездного Союза нашей Галактики, который включает 116 из 727 имеющихся в ней разумных рас. Ирина, добрый день, добрый вечер. У меня вопрос по науке образности. Я, когда начинаю практику взгляда со стороны на себя, я не вижу в себе недостатков, не понимаю, что мне сделать, чтобы вот любить, ну вот, сама вот эта практика, может быть, мне больше МИД подскажет, как это лучше сделать. Я записалась на ретрит, я прилечу на ретрит, хотела там задать этот вопрос, но вот появилась возможность раньше. Лена хочет сказать, что она до такой степени себя влюблена, на всех уровнях себя любит, что уже дальше просто и двигаться в этом плане не будет. Мне кажется, нет, нет, есть куда. Я понимаю, что, скорее всего, есть куда, что-то я делаю неправильно. То есть вопрос в том, что вы не видите в себе недостатков, это как не видите ошибок? Да, я не вижу, получается, то есть я себя люблю. Не ошибок своих, только, может быть, поведение, кому-то не то сказала, может быть, не так посмотрела или ещё что-то сделала, только вот это у меня. А остальное я не вижу ничего плохого. Чтобы определить правильность, истинность своего пути, необходимо сначала определить цель, куда вы хотите прийти. Цель воплощения определяется либо интуитивно, через интуицию, либо через прямое общение с Высшим Я. То есть нужно сначала определить цель воплощения, выполняете ли вы свою задачу, и то, что мешает. И также, в зависимости от этих ответов, уже можно говорить о ваших конкретных ошибках или недостатках. Если их нет, то это очень хорошо, если Высшее Я такое действительно иногда бывает, даёт ответ, что нет, ничего не мешает. Ты выполняешь свою задачу, да, такое есть, таких, что я встречала. И на самом деле, значит, нужно продолжать действовать и так, и дальше, и выполнять свою задачу. Спасибо большое. Я к Высшему Я ходила, говорит, 53% только. Ну, ладно, это я наверняка. Значит, необходимо выяснить, что мешает выполнять на 100%. Значит, мне всё-таки ещё раз надо сходить к Высшему Я, чтобы у меня появилось вот то, чего мне не хватает. Ну, я не знаю, как Вы вопросы конкретно задавали Высшему Я, потому что, когда я вожу, мы сразу это всё выясняем за один сеанс. То есть, мы спрашиваем, выполняет ли человек задачу, а нет, да, то есть, или там не полностью, а что мешает выполнять, как устранить эти препятствия. То есть, мы уже смотрим, какие там блоки, какие изменения, какие установки и как их изменить. И это всё задавление Высшего Я, то есть, Высшей части Вас самой. Я поняла, да, спасибо огромное. Я вот, наверное, всё-таки на ретрите к Вам на Высшее Я схожу ещё раз. Спасибо огромное. Я вам хочу сказать, что на ретрите, когда вот на прошлых ретритах, ко мне записывали, Максим ко мне записывал только контактёров. Ну, со мной будут другие мастера, они тоже будут водить, если что, можете ко мне, можете к ним. Я думаю, что я, наверное, контактёр в каком-то смысле, не знаю точно, хотела это узнать и на обучение, но это я дальше уже. Спасибо огромное. Мне вот нужно было по науке образно. До встречи на ретрите. Вот у нас есть вопрос, у нас Леся спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли с помощью науки образности менять другого человека, или она работает только по отношению к себе? Можно не менять другого человека, но помогать ему измениться, когда мы будем узнавать у Высшего Я, что ему мешает, и как ему помочь, и какие слова подобрать, что сказать, что объяснить, как себя вести, чтобы этот человек сам пожелал заглянуть в себя и изменять свою реальность. Если он откажется, это его выбор. Понятно, спасибо. Ирина, слушаю. Здравствуйте. Да, за две попытки, если не три, у меня ничего не получилось, и даже не могу заставить себя, что делать, почему. А что у вас не получилось, и у вас не получилось себе... Там надо... Я забываю это делать, я когда делаю, я просто насилую себя, я заставляю себя это делать, я не могу вести запись никакую, и вот так вот. Ну, необходимо... Да, хорошо. Он говорит, если какую, ну не только эту, любую практику делать трудно, но необходимо выяснить причину, какой-то блок, возможно, мешает вам сказать эти слова. Может быть, вы в них не верите, например, или еще какие-либо препятствия есть. Может, вы в чем-то себя не принимаете. То есть, а пока блок не растворится, вам будет мешать он, этот блок, будет вам мешать свободно говорить эти слова. Будут вам там неприятные даже, может, физические ощущения посылать или психологические мысли и так далее. То есть, вначале вам нужно спросить, есть ли у вас любовь к себе, вышел я, принимаете ли вы всю себя, и что вам мешает эту практику проводить? Если будет ответ, что нет любви, вы спросите, что вы в себе не любите, что вы в себе не принимаете, и, соответственно, начнете себя за это прощать. Я прощаю себя. Вот это все. Необходимо это делать искренне. То есть, когда вы говорите, я прощаю себя, это необходимо говорить, прощать. То есть, просто отпустите это. И я люблю и принимаю себя такой, какая и есть. Почему это необходимо? Потому что вы – это любимая дочь Бога. А если вы не любите себя, то вы признаете, что Бог не прав, что Он вас любит. Понимаете? Да, спасибо. Сложно. Спасибо. Благодарю, Ира. Попробуйте посмотреть на себя глазами Бога Отца. Да, я поняла. Спасибо. У нас был следующий вопрос. Что такое обида? Обида – это чувство отношения к самому себе, к человеку или к ситуации, когда один человек хочет изменить, ну вот как поведение другого, не считаясь с его индивидуальной жизненной целью, с его задачами. То есть, это как эгоизм, вот как это похоже на эгоизм, только к чувству эгоизма прибавлено еще как агрессия, такая как гнев. Это отличается от эмоций гнева тем, что эмоция гнева, она проходит быстро, а обида, она существует долго, то есть, она как сердце существует. И она может быстрее формировать блоки. То есть, обиду необходимо прощать, потому что прощение – это признание в человеке света и пожелание ему быть счастливым, быть любимым, быть любящим. Обида – это отсутствие признания в человеке света, можно так сказать, ну если очень так вообще сказать, сказать, потому что под словом обиды понимается там много раз от состояния, ну вот такой вот ответ. Понятно, спасибо. Значит, у нас Любовь нас спрашивает. Как и поняла наукообразность и система образования, этой системы образования в нашем современном понимании, у Межзвездного Союза, начиная для детей от их рождения, есть, значит, знания по науке образности. И вот они в курсе для взрослых преподаются. Вопрос заключается в следующем. Можно ли в рамках этого курса получить знания о науке образности для детей с целью создания школ нового поколения на Земле? Ну, конечно. Только то же самое, что вам дает Владимир Гульштейн, только это необходимо переложить на язык, понятный для детей. Ну, в детской форме, объяснять их. Кстати, дети гораздо больше, ну, как бы, готовы понять и воспринять, чем думают взрослым. Тем более в такой сфере, как духовность. Ну, просто необходимо более простыми словами сначала рассказать им, что они есть духи и о том, что существует духовный мир, и потом уже рассказывать об образах, то есть о том, что все произведения искусства, книги, музыка, картины, скульптуры и так далее, они сначала были в духовном мире в форме образов. И когда они были в форме образов, они отражали некоторые идеалы людей, некоторые представления, то есть как ментальные конструкции, не ментальные говорить, а там, например, умственные, разумные, ну, вот там другое слово применить. И что вы тоже можете для детей, самая главная практика, то есть вы тоже можете свои мысли и свои чувства выражать через искусство, чтобы они там описывали мир, чтобы они там занимались творчеством, рисовали там, лепили и так далее. То есть и сказать, что это вот сначала ты это придумал, а потом ты это выразил, ну, как, в материи. И потом ему, да, сказать, что так же творит Бог, так же творит любой дух, который воплощен на любом уровне плотности. Он сначала что-то придумывает, а потом он применяет любую форму энергии и создает что-то для повышения уровня своего счастья. Ну, я обещаю, друзья, что я, так сказать, доизучу тут некоторые детали вместе, возможно, с помощью Ирины или с помощью Марины через МИДа, я, значит, этот курс дополню. И у нас обязательно будет также детский курс науки образности. Все впереди. Спасибо, МИДУ. Просто им нужно более такой в игровой форме, то есть чтобы они сами что-то там создавали-то. Да, я понял. Все сделаем. И кого-то я попрошу из наших воспитателей, дипломированных специалистов тоже в этом помочь, возможно, учителей и так далее. Елена спрашивает в чате. Вот то, что на Ислере живут до 12 тысяч лет, она вот почему-то 12 тысяч лет настаивает на Ислере. Вот в этом, так сказать, в продлении жизни на Ислере использовали ли жители Ислера наукообразности для этого? Ну, на Ислере нет такого срока жизни. Максимум у нас составляет, ну вот, который может быть достигнут нашей расой, в районе двух тысяч лет. Но чаще всего 400, там 500 и так далее. Применяем ли мы наукообразности для продления жизни? Да. У нас нет нужды продлить свою жизнь, потому что мы воплощаемся для выполнения своей задачи. И нам Высшее Я, ну вот наш внутренний свет, мы его называем, внутренний свет, оно нам сообщает, когда задача выполнена. И тогда мы можем уже готовиться к выходу из воплощения, и многие уже готовятся, то есть заранее общаются с вами ангелами и консультантами, на какой уровень они пойдут. И даже некоторые начинают общаться о том, какое воплощение теперь там подбрать дальше. То есть у них уже остаток жизни посвящен тому, чтобы, ну так сказать, устроить себе место в духовном мире. Некоторые даже выходят туда в астралии, еще будут еще связаны со своим телом, и начинают его как строить, ну мысленно. Понятно. И вот как раз у нас контекст этого вопроса от Вадима. Почему нельзя прогрессировать в духовном мире? Прогрессировать? Ну, духовно развиваться, очевидно. Ну, а, конечно же, подразумевается переходить на новые уровни вибрации, наверное же, в этом речь. Вот почему нельзя в духовном мире? Ну, я-то знаю… Развиваться, если… Опять, слово развитие понимается в нескольких значениях. Развитие, как повышение, например, уровня интеллекта, конечно, можно и в духовном мире, потому что это ты, когда узнаешь новую информацию или приходишь к новому выводу, ты уже меняешь разум, ты развиваешься. Но это не изменение духовного сердца. Вот именно в духовном сердце находится основной источник духовных вибраций Духа. И именно его развитие, именно его изменение, его избираться продвигает нас по уровню. Изменение ума, оно ничего не даст. Прибавление новой информации, оно ничего не даст к развитию духовного сердца. К развитию духовного сердца приведет лишь повышение в нем, ну, так сказать, процента света. А свет невозможно обрести без материи, потому что только практическими действиями, созиданием и делами можно эти все мысли, абстрактные идеи и чувства, их можно усилить до такой степени, что дух перейдет на другой уровень, то есть как в своем сердце построить себе храм любви, будем так говорить. Понятно. Друзья, если вы хотите голосом задать вопрос, вы тогда давайте действительно руку поднимайте, там в электронном виде можно внизу, значит, символ руки. И я буду, да, буду вас, значит, вот сейчас буду давать возможность. Хорошо, давайте сейчас Виталий нам вопрос задаст, а потом я зачитаю вопрос из чата. Виталий, прошу, Виталий, слушай. Да, здравствуйте. Всех приветствую, очень рада здесь находиться. Да, коротко вопрос. Я проводник целительных энергий, и как узнать, с кем именно я контактирую? Кто мне в этом помогает? Естественно, всех ваших кураторов знает ваше высшее я и знает цель этого контакта. То есть высшее я – это 70% вашего духа, которое знало об этом, так сказать, еще вместе с вами, когда было соединено в духовном мире. И ему не заблокировали память, так как оно не вошло в тело. И не было необходимости блокировать память, чтобы оно приспособилось к реальности этого мира. именно поэтому контакт с ним может прояснить эту ситуацию, с кем вы контактируете, с какого времени, какая ваша цель контакта. Например, если это целительство, можно будет выше я попросить пригласить этого куратора или попросить настроить канал с ним, чтобы он сам объяснил, как проводить целительные энергии, кому они подходят, какие там правила безопасности и так далее. То есть, ну, уже какие-то нюансы выяснять. Ну, меня посвятили в эту практику, так сказать, подключили к этим энергиям. Ну, по моей просьбе, естественно. То есть, ну, в общем-то, выход один, да? Выше я. В том или... Да, выше я. Смотрите. Да, вот Мир Митбас Хаус, он уже подчеркивает, что без контакта с высшим я осознанного, осознанный, плодотворный, светлый контакт с кем-то из кураторов, он практически невозможно. Чем эгоизм, в чате спрашивают, отличается от себя-любия? Себя-любие или самолюбие – это любовь к самому себе, как я понимаю. Понимаете, в русском языке под словом «любовь» понимается очень много состояний. В других языках мира «любовью»… ну, у слова «любовь» много синонимов. Ну, вот как слов, которые объясняют разные аспекты любви. Ну, в русском языке в этом есть тоже своя прелесть. Все это называется «любовь». Чем истинная любовь к себе, такой вопрос, отличается от эгоизма? Я правильно понял? Совершенно верно. Что такое эгоизм? Эгоизм – это возвышение своего эго. А что такое эго? Ну, если мы сейчас посмотрим этимологию этого слова из греческого языка, свяжем ее с определением, платом и так далее, то есть тех философов, которые его вводили. Да, первоначально это значило «я», то есть чувство «я», чувство самости. Откуда же оно берется? Оно берется из самосознания. Так вот, если мы берем описание эго, которое, вот как оно доносится, оно там находится в мозге, там руководит телом, что это чувство самого себя. Вот из этого мы делаем вывод, что в терминах межзвездного союза, словом «я» или эго, называется либо, ну, две вещи. Либо это воплощенная часть духа, которая вообще-то называется душой, либо это какая-то его часть, например, ум, опять же, воплощенный, например, там часть сознания и так далее, то есть либо это вся в общем часть, либо инстинкты, ну, вот какая-то часть. Да, смысл слова «эго» — это как раз вырывание, ну, можем сказать, какой-то части из, не вырывание, а как обособление некоторой части из духа и придание ему, ну, возвышенной, ну, такой возвышенности над всем. Это смысл слова «эго». Значит, что такое эгоизм? Эгоизм — это когда ты берешь часть духа, которая называется эго, и просто ставишь ее над всем духом, даже над невоплощенной частью, вот как над высшим «я». Это значит, что в сердце, в духовном сердце этого человека, вместо Бога, который должен сидеть как на троне, ну, вот как высший «я», Бог, там, Творец, Иисус Христос, да, там вот идеальная часть, которая ведет к свету, у человека сидит он сам именно в своем земном воплощении, не в каком-то идеальном, а именно в своем земном воплощении. То есть для такого человека самое важное будет являться его земные интересы, интересы его тела, например, интересы его наслаждений, интересы его отношений, а, например, его жизненные задачи, задачи воплощения, повышения своего уровня, развития любви, это будет игнорироваться. И это будет любовь только к одной, ну, вот только к одной части себя, только к одной проекции себя при игнорировании всего остального. То есть, по сути, в эгоизме это не истинная любовь к себе, а не любовь к себе. Понятно. Спасибо за такой развернутый ответ. Дмитрий, пожалуйста, можно спрашивать голосом. Я хотел спросить, в науке образности есть такое это отношение к духовному уровню человека, то есть духовный уровень, который мы пришли в этот мир, то есть какая-то взаимосвязь. Стоит ли приступать к человеку с низким уровнем, либо наоборот, с высоким уровнем, либо ты уже все знаешь. То есть вопрос заключается в том, стоит ли заниматься наукообразностью, если уровень слишком высокий, или наоборот, слишком низкий вибрационный. Да. Да. И взаимосвязь. Знаете, тот уровень, который является уровнем вашего воплощения, это стартовый уровень на данный момент. То есть это тот уровень, который вы достигли при выходе из предыдущего воплощения. Ну вот на таких вибрациях находился ваш дух. И на таком уровне он жил в духовном мире, дожидаясь своего воплощения. И значит, с такими же духами он преимущественно общался. Ну, именно перед этим воплощением. Но любой дух, любой дух, даже если он сюда приходит ради помощи другим, все равно он этим помогает и себе самому тоже. Значит, любой дух приходит сюда прежде всего для саморазвития, пусть даже он приходит абсолютно альтруистично для помощи другие. Но опять же, эта помощь нужна для того, чтобы он чувствовал себя ближе к Богу. И вот это и есть цель саморазвития. Так что для любого духа, с какого бы уровня он, да, какой бы стартовый уровень у него ни был, с первого по двадцать четвертой, будет полезно изучить науку образа, но каждый поймет ее на своем уровне, которого он никогда... да, не с которого он родился, а на которого он достиг на настоящий момент. Это может сильно отличаться. И если эта наука образности изучается именно духом, который на настоящий момент упал в уровне, развил в себе там тьму и так далее, он... единственная опасность, которая существует, что он может это применить во вред, какие-то образы сотворять, которые могут повредить другому, как он думает. Но на самом деле наука образности устроена так, что она вот как ответ последствий, там, кармический ответ мира, он последует незамедлительно, и этого человека, ну, будет настигать свои уроки. То есть за использование вот этих знаний, кстати, которые вам дает Владимир и которые сейчас есть на Ислере, они были раньше на Земле довольно-таки доступны, но потом из-за алчности, корысти и вот как раз эгоизма отдельных служителей культа и некоторых других, ну, там, тайноведцев и так далее, все это было закрыто для народа. Так что сейчас вам фактически дают тайные знания, раскрывая их для вас. И если эти тайные знания, которые тайные для остального народа, ну, как бы, которые не проходят этот курс, используют, попробуют во зло, то это очень сильно понизит вибрации вам самим и не приведет к исполнению ваших желаний, а скорее наоборот заблокирует все остальные. Потому что ответственность за применение знаний о духовном мире, даже еще, ну, как бы, за применение против людей, которые этого не знают, ответственность даже еще большее, чем за любое другое негативное воздействие. Вопрос задаю от Анны Фишман, у нее очень серьезная ситуация, она в чате пишет. Она пишет, что ее высшее я выглядит как большой зеленый крокодил и спрашивает, нормально ли это. Вполне нормально, если последнее воплощение, например, вашего духа было где-то на планете, где были похожие существа. Оно может принимать такие формы. Например, когда я общалась с невоплощенными духами, они часто принимали форму последнего тела. Таким привычнее. Все в порядке, все хорошо. Вторая, это может быть, ну, вы спросили, что это именно высшее я. Если это, может быть, просто куратор приходит в таком виде, то есть, ну, это может быть даже не обязательно гумануид, это может быть и плавное. То есть здесь нужно уточнить, это высшее я. И так далее. Вопросы. Лена Потрати. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, мы как бы все работаем, можем работать над собой, образ идеального себя, процветающего, любящего, но мы все не живем в отрыве от общества. Невозможно быть счастливым одному, если, грубо говоря, страдает все остальное общество. А можно ли работать над образом идеального общества? И где его взять, если у нас его нигде нет? Ясно, спасибо. Я еще раз чуть точнее скажу. Значит, Елена хочет сказать, что вокруг все так плохо, и так, значит, что уже как же можно быть счастливым, если вокруг вот другие страдают? И как создавать образ этого идеального общества с помощью науки образности, если его даже этот образ взять неоткуда, так вокруг все достаточно темно? Правильно, да? Ну, для развития человека, то есть для развития, если понимать, как для продвижения по уровням, для продвижения по уровням духовного развития вверх, не нужно именно для этой цели создавать образ идеального общества. Это нужно для каких-то других целей. Но вот для развития своего духовного сердца будет достаточно создавать идеальный образ себя и сливаться с ним, и развивать в себе любовь. Если вы живете в неидеальном обществе, ну, том, который не соответствует вашему идеалу, что-то там происходит, что вас расстраивает, то это лишь говорит о том, что вы воплотились в тех условиях, чтобы рассмотреть через общество свои собственные блоки, проблемы, установки, которые необходимо менять, чтобы почувствовать раем то место, где вы находитесь. Старство небесное внутри вас. То есть если вы будете, вот он сейчас дополняет, если вы будете ощущать себя ангелом, если вы будете себя ощущать божественным существом, то вы этот рай будете ощущать везде, даже в самых тяжелых физических условиях, физических, материальных, потому что у вас будет радость, счастье, любовь в душе. И она будет с вами независима от обстоятельств. Если же у вас этого нет внутри, если у вас внутри существует обида, злость, ревность, страхи и так далее, то вам создает даже золотой замок, любые самые прекрасные материальные условия, любых друзей, любого любимого человека, который к вам будет относиться как к богине. Но если этого нет внутри, вы не сможете быть счастливой. Вас только раздражать будет. А сейчас вот вопрос интересный от Натальи, он тоже может быть в контексте науки образности, потому что тут все связано. Она спрашивает, для чего нужны кураторы, наверное, имея в виду наших кураторов со звезд, если есть высшая я и ангелы, то есть наставники в духовном мире. Зачем тогда вот кураторы нужны? Зачем нужны кураторы? Так, тогда уже вопрос ко мне, наверное. Не, ну к Миду тоже. Зачем он нужен, если есть высшая я и ангелы? Ну это же вот об этом. Зачем он нужен? Для него просто вопрос немножко странен. Если об этом, Наталья, конечно, я не знаю, это вопрос написан, но вот я его так интерпретил. Это звучит, зачем мне нужен друг, если у меня есть мама, например. Или зачем мне нужен ты, если у меня есть другой. Степень нужности кого-то для себя, какой-то личности, какого-то духа определяет сам человек. Если он хочет с кем-то общаться, если ему приятно, если ему нравится, если это находит отклик в его душе, если это повышает его вибрации и дает ему новые знания, то, естественно, тут не имеет значения, с какой планетой этот дух. Ведь в духовном мире мы все не разделены. К вам инопланетянин, то есть куратор, может быть ближе, чем, например, ваша семья, например, или наоборот, по вибрациям. И здесь вопрос ставится шире. Вообще, для чего нам нужно дружить с кем-то? Для чего нам нужно общаться? Для развития? Ну, понятно. Понятно, спасибо. Виктор, прошу. Здравствуйте, Ирина. Хотел бы задать следующий вопрос. Общаясь с разными людьми, я часто спрашиваю, что такое духовность у людей? Каждый отвечает по-разному. Я бы хотел узнать полное определение понятия духовность. Духовность. Ну, если смотреть по смыслу слова, духовность – это следование духовным, следование в своей жизни идеям духовного развития. То есть развитие духовного начала в себе. Есть просто несколько путей развития. Есть путь материалистический, то есть когда мы развиваем материальные стороны, когда мы развиваем, например, ну, например, формы своего тела, например, скорость бега там. Тоже на это люди жизнь тратят какую-то, да, там определенную часть жизни, они там тренируются, тратят на это свою силу, свою энергию, свое время, в конце концов. То есть именно на это. То есть есть развивают именно вот телесную сторону или, например, совершенствуют, чтобы их тело там выглядело идеально. Либо с точки зрения себя или вообще кого-то другого даже. Тоже они на это тратят какие-то материальные средства, там свое время и так далее. И есть, например, цели приобретения здесь каких-то материальных богатств. То есть человек там тратит время на работу, чтобы там не просто удовлетворить свои там основные потребности, а чтобы именно их было много. Чтобы этих материальных приобретений было много. Тоже на это уходит определенное количество, ну, так сказать, нашей нервной энергии там и так далее. То есть есть человек хочет там на кем-то властвовать. То есть он уже, у него инстинкт власти, он уже хочет проявлять власть и на это тоже тратить время, чтобы к ней прийти и там остаться, организовывать что-то. Есть человек тратит время на познание. То есть это уже, ну, познание, познание, это вот, ну, увеличение знаний, то есть укрепление своего ума. Человек читает книги, изучает разные науки, там, пишет какие-то статьи. Он тратит свое время и энергию на увеличение ума. Это уже один из, вот ум, это уже, можно сказать, это уже часть духа. То есть познание – одна из форм духовного развития. Но это духовное развитие не сердца, а именно ума. То есть она даст только материальные, то есть знания о материальном мире или о духовном мире. Но если не развивать в себе духовное сердце, то это духовное развитие, оно не приведет к повышению ума. Если вместе с этим не развивать духовное сердце. Это просто увеличит интеллектуальный багаж. То есть если человек просто читает книги, тратит на это много своего времени или там пишет их, но при этом не развивается еще, ну, как духовное сердце, то он практически остается на том же уровне. Только у него знаний прибавляется. И есть еще просто духовное развитие, как развитие духовного сердца. Это значит, что такое развитие? Развитие – это приближение себя к некому идеалу. Какой может быть идеал для духовного сердца? Тот, который описан Иисусом Христом. Блаженно чистым сердцем, ибо они Богу узрят. То есть узрить Бога – это и есть цель тех, кто духовно развивается в этом направлении. Что мешает узрить? Не чистота сердца. А что может загрязнять сердце? Любые чувства, желания, инстинкты, не проявляющиеся в свете любви. Значит, человек, который развивает себе любовь ритуалами, молитвами, мантрами, еще какими-либо там, помощью другим, состраданием и так далее, он уже идет по пути духовного развития именно изменения вибраций. То есть вот такой вот ответ. Спасибо, спасибо, Виктор. А все науки и все религии – это инструменты для развития нас. Спасибо за такой тоже развернутый ответ. Я рад, что у нас такие ответы продолжительные, немаленькие. Сейчас вопрос из чата. Татьяна спрашивает, как научиться самому, качественно выходить или самой на контакт с Высшим Я? Как и любое обучение, это требует некоторого времени и желания. Необходимо медитировать, ну как это называется, медитировать, но только не просто медитация, а вот именно уходить в себя, вот любым из способов, которые предложены для Высшего Я, любимое место, Я есть, очень хорошо использовать для себя Я есть, он уже есть. Просто я не буду его сейчас описывать, он есть в материалах Кассиопии, его давали, и Вы можете его повторять, там Я есть, кто Я есть и так далее, то есть за себе задавать вопросы, и когда Вы почувствуете, что в дух, там этот способ просто описан, то Вы можете себе задавать вопросы. Но первое время желательно включить перед этим микрофон, по-моему, уже записывать, это нужно будет открывать глаза и отвлекаться от внутреннего мира. А когда Вы запишите не микрофон, на диктофон, да, он мне сейчас показывает диктофон, и Вы да, хорошо, Вы войдете в контакт, слышим Я, то есть Вы будете Я есть, когда Вы почувствуете себя духом, Вы будете вслух задавать вопросы и вслух сами говорить первую мысль, которая придет. Просто это и называется войти в свой поток. Даже если Вам покажется, что мысль не относится к вопросу, просто ее говорите. И дальше, если она Вам непонятна, задаете вопрос. То есть Вы сами для себя выполняете роль проводника. А если у Вас сразу это не получается, ни с одного, ни со второго, ни с третьего раза, не отчаивай. Вы тоже сразу не научились хорошо делать и быстро, качественно те вещи, которые обычно для Вас сейчас. Например, когда Вы, когда были девочкой, первый раз чистили картошку, у Вас получалось очень медленно. У Вас получалось там, ну, там не как аккуратно, как у мамы. Но если бы Вы это бросили делать и сказали бы, мне не получается, я не хочу, Вы бы до сих пор не умели этого делать. И до сих пор существует много взрослых женщин, которые не умеют чистить картошку, даже как 10-летняя девочка, которая уже это делала много раз. И если она даже во взрослом возрасте не захочет этого делать, сначала медленно и неаккуратно, то у нее это и до выхода из воплощения не получится. То есть она просто уйдет без этого навыка. А это такое же, ну, только там не руки должны работать, вот как бы такие движения совершать, а именно дух. Но навык все равно необходимо развивать. Спасибо. Ольга, Вы можете микрофон включать, а я пока скажу, что отвечу на вопрос, значит, аффирмации, все остальные вот эти настрои, можно их читать и про себя, но просто вслух более эффективно. Это еще дополнительная энергия, это Вы сами себе озвучиваете. А можете настрой прочитать. Он говорит, можете настрой прочитать, и когда Вы прочитаете, я есть вселенная, вселенная есть я, и настрой бурхада, и после этого Вы уже будете спросить, я есть, кто я есть, я нахожусь, какой я форма, ну и так далее. Да, и, значит, хочу, тут был вопрос, хочу ответить, значит... Главное, каждодневная практика, пусть даже по 30 минут, но каждый день, чем по 2 часа, раз в неделю это хуже будет. Да, вот надо постоянно это делать регулярно. Значит, хочу ответить на животрепещущий вопрос. За инопланетянина выйти замуж можно. Для этого нужно перечислить мне очень крупную сумму денег. Чем крупнее, тем лучше. Значит, я обязательно договорюсь. Надеюсь, в этом месте Вы уже понимаете, что это шутка. Вот, а вот выйти замуж за МИДа точно нельзя. Он, значит, замужем, на самом деле женат он. Вот, тут ничего не сделаешь. Поэтому в наших материалах есть. А на исследовании многоженство, он сейчас говорит, на исследовании многоженство не практикует. Да, поэтому с МИДом не получится, а все остальное, значит, мне крупную сумму, и, значит, вот, это все шутки. Почитайте в наших материалах. Это все. Да, Владимир Голдштейн будет тем, кто, как это называется? Сводник, подсказываю. Сводник. Да, сводник, который будет предлагать Вас в любое врачное агентство галактики. О, и мы его и организуем. Но у нас, кстати, друзья, мы планируем, быстро скажу, планируем организовать уже речь не о галактике, а определенную структуру, которая будет действительно помогать находить пары. Это уже серьезно. Между участниками, между людьми и людьми, женщинами и мужчинами, которые в проекте Кассиопеи едины по духу. И вот тут вот, может быть, у нас это получится. Тоже мы над этим, скажем, занимаемся. Да, как вот соединять пары людей, единомышленников по духу и по нашим, да, идеям. Так, пока нам как раз Оля задаст вопрос, Ира может попить. Оля, слушаем вас. Я хочу поблагодарить Ирину. Ира, очень вас благодарю. Володя, тоже тебя благодарю. И МИД Гаскауса за великолепный курс, потому что в течение уже более 22 лет разрозненная информация, она, в общем-то, нам, землянам, поступает. И, ну, не наука образности, у меня это была техника исполнения желаний. И я получила опыт, что материальные желания исполняются легко, быстро достаточно. И, ну, как по правилам аппарата всегда работало, 20 и 80. И научилась благодарить за эти неисполненные желания, когда они не исполнялись. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты даешь мне, а еще больше благодарю за то, что ты мне не даешь, от чего ты меня избавляешь, ибо тебе ведомо больше, чем мне. Но я не об этом сейчас. Вот смотрите, у многих есть питомцы домашние, и с ними бывают всякие приключения, но, в частности, вот у меня кот взял и заболел, и сейчас нехорошие там такие, в общем-то, с ним должны произойти экзекуции, но я хочу от этого отказаться, потому что он проживет гораздо меньше после операции, с ампутацией конечности, чем он проживет вместе со мной. Мы с ним вместе на космохилинге сидим, на космоэнергетике иногда, он у меня там подстраивается на кресле. Вот вопрос, я не целитель, это же не материальное желание помочь моему животному. Вот как с помощью науки образности я пытаюсь его лапку сделать здоровой, вот я в голове там ее рисую, как он бегает, прыгает, наука образности в таких вещах поможет? Или я все-таки наивные какие-то такие вещи себе предполагаю? Можно ли нарушить свободу воли кота с помощью науки образности? Его высшее я, я не знаю, как его там обнаружить и с ним поговорить и сказать, вот это что? Я помогу? Вот такой вопрос. Ну, я не знаю. Сейчас, да, это такой, ну, достаточно этот вопрос как раз детально исследовался и между звездным союзом, животные души и так далее. Дело в том, что за воплощение животных душ за воплощение животных душ отвечают плазмоиды. Именно плазмоиды собирают их души, именно плазмоиды собирают их тела из элементов и они следят за количеством воплощений той или иной души. Кот, то есть тело кошки, там, кота, это такое тело млекопитающего, которое идет в воплощение одиночной животной души. Вот есть которая групповая животная душа, а есть одиночная животная душа. Кстати, одиночная животная душа такого типа, как у кошки, может воплощаться в любом животном, но можно сказать, не только семейством кошачьих, но и всех как вот хищников. То есть она такая универсальная достаточно такой тип души. Количество воплощения у типов этой души может начинаться ну вот как от 50 и выше. Но обычно там у них от 50 до 200. То есть те плазмоиды, которые убирают его душу и посылают ее в разные воплощения, они для чего посылают? Для поддержания биосферы планеты. Ну, конкретно кошки, если это домашние животные для того, чтобы через это тело и через эту душу общаться с людьми, чтобы наполнять энергией, ну и одновременно, конечно, немаловажно охота на мышей и так далее. Ну, это одна из целей. Ну, вот такое поддержание человека. Если животное заболело, у него нет высшего я, то есть есть какая-то часть невоплощенная, там она остается, но он не может с ней общаться как человек, у него другой тип разума. И в этом случае, если животное домашнее заболело, но не так заболело, чтобы умереть, выйти из воплощения, а таким образом, что оно требует там с собой ухода и так далее, то это животное, оно, можно сказать, переняло энергетику хозяев. Вот я хотела просто узнать об этом, что оно перенимает энергетику хозяев, оно для этого тоже предназначено, чтобы на себе проявлять какие-то проблемы, ну как показывать, вот как зеркало. Животная душа, она имеет очень большую способность питывать энергию. То есть, Ирина, а значит ли это, что вот этот кот, вот он как раз и пришел, мы начали о нем говорить, он пришел, да, и вот у меня опухоли исчезли, но не вчера, а у него появились, вот это что, это так и работает? Ну, если у вас опухоли исчезли, а у него появились, не знаю, что вы прямо их передали, вот как по эстафете, да, физически это нет, просто в вашей энергетике, ну вот в вашей ауре, будем так говорить, остались следы этих болезней, энергетические, и они отразились на животном, который живет с вами и вас любит, я вам хочу сказать, что животное душа тоже может любить, у них есть преобразное духовное сердце, ну, не такое, как, конечно, у человека, но оно есть свое собственное животное, и оно тоже может любить, и оно может стремиться, оно может там пожертвовать собой ради любви и так далее, это все есть в любом животном, потому что создают его те же самые духи разумные, как и мы с вами, но уже из своей души, из своих энергий, они в него и любовь вкладывают и так далее, понятно, и поэтому если ваш кот вам показывает на себе эти болезни, это знак вам, что вам необходимо идти к высшему я и смотреть, есть ли у вас блоки, те самые блоки, которые ранее вызвали образование тех опухолей, что были у вас, у каких-то, возможно, даже не просто опухолей, может быть, у вас какие-то есть болезни только в эфирном теле, они еще скрыты от физического плана, здесь кошки и собаки хорошие диагности, они выявляют те проблемы и проявляют их в своем теле, которые еще нет у хозяев, и в этом тоже Земля уникальная планета, потому что далеко не везде есть домашние животные такого типа, как именно эти, которые постоянно находятся рядом с человеком в его жилище и общаются с ним. И здесь вам необходимо пойти на высшие задания два вопроса. Первый вопрос, есть ли у вас энергетические следы этих болезней, которые у вас ушли, то есть устранены ли духовные причины, потому что если не устранить эти духовные причины, к сожалению, физическая болезнь может вернуться. А во-вторых, спросить, то что у кота там болят лапы, он там не может ходить и так далее, существует ли вероятность того, что он вам показывает проблему в вашем физическом теле еще непроявленную, потому что она непроявлена, ее устранить намного легче. Ну и естественно представляете перед собой просто образ и благодарите его за то, что он проявил эту болезнь, эту проблему, которую вы в себе не видите и посылайте ему любви и заботьтесь о нем, но вот так напрямую представлять, что у него лапы и так далее, это не решение проблем, здесь показывают вашу. Существуют ли гарантии, что он выздоровеет, но конечно такой гарантии не существует, у него может быть разная степень поражения физического тела, но в любом случае вы облегчите ему его ощущения, его боль. Ну интуитивно я так и делаю, я посылаю. Ну да, и теперь еще вам нужно выяснить у себя, ну как... Да, я поняла, я записала, да. Скажи, пожалуйста, Мит, как лучше всего проходить гармонично практику, я понял, проходить гармонично, проходить со светом внутри и вообще уже как-то пройти горе-смерть любимого человека, а как не понизить при этом вибрации, а может быть наоборот повысить вот это животрепещущий и очень важный вопрос для многих. Как проходить через уход из этого мира, гармонично проходить через уход из этого мира близкого человека? Ну, принять его выбор. Опять, он ушел сам, не сам, как это произошло? Сам ушел, у него было рагорло, да. Ну, в случае с раком, да, там есть, конечно же, духовная причина. Насколько он их проработал до выхода, мы не знаем этого. Это только мы можем гадать, куда он попал в духовном мире и что у него там было за причина. Это мы не знаем. Мы можем, как мы можем относиться к его смерти, умерла, то есть, ну, чтобы не понизить свои вибрации, относиться так, понимать, умственно понимать, что умерло только физическое тело и что это необходимый этап в развитии духа. Более того, также понимать, что этот этап необходимый и неизбежен для всех людей, в том числе и для вас. И если вы будете понижать свои вибрации, растут как бы грустить, печалиться, унывать, будете постоянно скучать по этому человеку, захотеть с ним общаться, то он, пребывая на любом уровне духовного мира, зная вас как себе близкого человека, и он будет это чувствовать от вас, что вы хотите с ним общаться, что вы жалеете о его смерти и так далее. И он будет от этого ну вот как скорбеть, расстраиваться и будет ощущать чувство вины, что он вас здесь расстраивает. то есть ему будет если он в любом случае вас любит, не любил раньше, а его дух продолжает вас любить. И он желает, чтобы вы были счастливы. Как это? Например, представьте, у вас тоже есть там дети, у вас есть там родители и так далее, ну как бы ваши родственники, которых вы сильно любите и которые любят вас, которые хотят вас постоянно видеть. Если вы выходите из воплощения в ближайшее время там, ну в любое вот время, когда вы этого не ожидаете сами, может быть там срок воплощения любой, как бы вы относились к тому, что ваши любимые люди вместо того, чтобы вам посылать свет любви, начали бы о вас плакать, начали бы расстраиваться и от этого забыли бы о своей жизни и о своем развитии. Неужели вас в духовном мире этого бы радовало? Хотели бы вы сами, чтобы о вас плакали? Я думаю, ответ будет всем понять. Да, если общение... Просто поставьте себя на место этого духа. Если общение происходит с ним с радостью, нам Татьяна пишет, то тогда все в порядке, наверное, тогда как раз у вас есть осознание того, что происходит на самом деле. Но я хочу в контексте задать вопрос, есть об этом же... Просто был такой вопрос, мне не рыдать по умершим, просто представьте, что умерло ваше тело, вы находитесь в духовном мире, осваиваете его, вдруг вы понимаете, что у вас плачут, и вы считаете себя виноватым, почему вы их оставили, и это вас отвлекает. Вот, хотите ли вы, чтобы с вами так поступили, ваши родственники? Ну, тут вот вопрос в контексте этого, спрашивают, а как молиться за самоубийц, как самоубийцам помочь, ведь в церкви это вообще делать нельзя, а как вот помочь духу, значит, который ушел с самоубийства. А что там дальше написано, я не могу. У меня погибла 15-летняя дочь в автонаезд, через год рыдания и страдания, я поняла, что это была ее жертва ради моего развития. Может ли это быть правдой? Ну, мы же не знаем в этой ситуации, да, это очень индивидуально. Это нужно общаться с высшим я, это нужно общаться с ее духом, это все через высшую я можно сделать. Ну да, а скажите, а как все-таки, Мит, как вот самоубийцам помочь отсюда? Знаете, в церкви о них можно молиться, ну, своими словами, ну, вот как не подаваем. Но молиться в церкви о них можно просто вот от себя своими молитвами. Это никогда не запрещалось. Просто нельзя, ну, вот как на обряды какие-то подавать о них. Почему? Потому что, когда они ушли в состояние самоубийства, это же они не просто ушли из-за самоубийства, из-за хорошей жизни, так сказать. Они ушли в состояние низких вибраций. Ну, если это самоубийство было не из-за, не из-за того, что, например, на человека нападали, и он там себя убил, чтобы там чего-то избежать, да, ну, по какой-то, или что он там, например, с собой пожертвовал, боюсь. Там разные же бывают ситуации. Это уже не считается классическим самоубийством. Самоубийство – это когда у человека все в порядке, то есть на него никто не нападает, и он с собой оканчивает из-за своих душевных страданий, из-за своих душевных мучений. А эти мучения и страдания – это же не просто, это слова, это определенные вибрации в его духовном сердце. И он, если он убивает свое тело, эти вибрации, они же в нем остаются, они никуда из него не деваются. И он приходит на тот уровень, который соответствует его вибрациям. и если эти вибрации были очень низкие, он приходит на низкий уровень, и когда, если за него молятся в церкви, то есть не один человек, а привлекая силу эгрегора, христианского, то ему посылается очень много света, который начинает его просвещать, который начинает его вытаскивать как образно как поднимать, только не поднимать на другой уровень, а поднимать его сознание, то есть чтобы он сам захотел к Богу пойти в другом воплощении, а он, может быть, к этому не готов. То есть этот свет может причинять ему только лишние страдания. Мы этого у Духа спросить не можем. То есть весь православный эгрегор, там же много священников, священник же не может пойти к Духу каждому, самоубийству, который ушел в низкие вибрации и спросить, а как на тебя там свет повлияет, это священнику делать, не предписывать его вера. Поэтому чтобы это все устранить, вот это вот лишнее причинение каких-то страданий, решили вообще удалить. Ну понятно, невозможно каждого индивидуала. В том числе ищи, ну естественно, чтобы не поощрять других людей, которые стоят в шаге вдруг от самоубийства и поняв, что о них тоже молятся, что это как оправданно. То есть там две цели преследовались. Ну да. Поэтому когда вы молитесь своими словами, это не направляется сила эгрегор. Это вы посылаете свет души своей. То есть это ваши личные отношения. А когда сила эгрегора, это уже намного там, там же много людей. Много ангелов, много там модных цивилизаций. То есть они все направляют на эту человеку, на его душу вернее, которая уже вышла из воплощения. И это может для него быть как грома среди ясного неба. Он может быть вообще не готов к таким вибрациям. Как ему можно помочь? Самому молиться можно о нем, а можно его представлять, ну вот как начало естественно через высшее я проверить, нет ли привязки некротической. То есть если есть какие-то сильные негативные чувства, в том числе чувства вины, чувства обиды, может сформироваться некротическая привязка. Это тоже мешает развиваться и вам, и духу, и может вызвать разные физические болезни, потому что это отток энергии. И это еще мешает развиваться духу, потому что заставляет его постоянно вспоминать об этой, о вас, о травмирующей ситуации. И он там, это не дает ему анализировать вообще то, что случилось в своей жизни. И наступает кармическая ответственность еще. Значит необходимо, если это есть некротическая привязка, специальными техниками, они все есть к СИАТЕ, и можете записаться. Просто мне сейчас ее начинают рассказывать, но это очень будет долго, поэтому я скажу, эти практики есть к СИАТЕ, вы можете записаться к мастеру и проверить на ней критические связи, если разорвать. Есть специальная техника, МИД, я уже ее на самом деле давала и рассказывала. Хорошо, понятно, давайте мы пойдем дальше, большое спасибо, значит, я, вы знаете, принимаю решение. Потом направлять свет, то есть вот свет своей любви и желать, не просто направлять свет, а говорить, я тебе желаю светлых, благоприятных воплощений в любом из божественных миров, я тебя отпускаю с миром и любовью, желаю тебе повышения своего уровня, и я тебя люблю и принимаю таким, какой ты есть, и мысль направлять свет. Большое спасибо, очень важный ответ, я считаю, для многих очень важно было сейчас это услышать. Друзья, давайте мы не будем с вами смешивать уже, мы сегодня собрались ради ответов на вопросы, давайте мы практики науки образности оставим для науки образности, я все это буду проводить, пожалуйста, приходите, мы отдельные медитации проводим в отдельные дни и заходите в чат науки образности и там проходите курсы, там практики, все это есть. Сегодня у нас ответы на вопросы, у нас так не получится, я уже понял, все это перемешать, тем более вот много желающих спросить. Вот Рустем, пожалуйста, можно спрашивать. Да-да, здравствуйте всем в любви и света. Такой вопрос, можно ли какие-то практики, чтобы почувствовать свое тело, тело иногда подергивает, это какие-то вибрации или настройка может идет? Вы хотите понять, что происходит с телом? Да-да-да. Здесь к вышему я нужно идти и выяснять может, контакт какой-нибудь с кем-нибудь, может, какие-нибудь энергии проводят. И здесь необходимо выяснять через высшие раз. Здесь практику невозможно назначить, не зная вас и вашей ситуации. При контакте с угланоидом это будет одна практика, при контакте с каждым видом плазмоидов это будет другая практика, при ваших каких-то, ну, можно сказать, проблемах неврологии это будет вообще третья практика, соединенная, возможно, возможно, с травами и препаратами. Это совершенно три разных ситуации. Рустем, свяжитесь со мной в личке, пойдем с вами на Высшее Я. Это будет самый лучший сейчас ответ. Хорошо? Все, свяжитесь в личке, да, спасибо. Так, сейчас следующая Юля, я пока хочу спросить, надеюсь, это будет быстрый ответ, хочу спросить вопрос из чата, такой глобальный сразу вопрос из чата. Мит, общаешься ли ты с Богом? Ну, конечно, я общаюсь. Я общаюсь даже с Богом, как с утренним светом мы его называем, сотворивший материю и своей любви, и мы с ним все общаемся. Без этого общения и постоянного нахождения в потоке его сознания невозможно осмысленная жизнь, по крайней мере, с позиции нашего мира, большинства нашего мира. Я с ним общаюсь, и я общаюсь мысленно с Иисусом Христом. Кстати, у всех воплощенных духов тоже могут быть кураторы. Вот, например, вот он сейчас, Мит Гаскаус, говорит, Христосознание и фантом Иисуса Христа — это один из моих кураторов. Благодарю, Мит, я думаю, понятен ответ. Так, Юля, слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу такой вопрос задать, надеюсь, меня поймут. Смотрите, по поводу техники визуализации. У меня есть какие-то, например, материальное желание. Я вдруг придумываю какой-то образ вещи, которую я хочу, но это происходит автоматически. Мне кажется, я даже в этот момент как бы не совсем осознанно участвую в этом процессе. И через какое-то время, достаточно короткое, я вдруг нахожу эту вещь. Она именно такая, как я её тогда представила. Вы тоже так думали. Да, но есть вот... Я хочу понять, но когда... Как правильно, так скажем, потратить усилия, как вот найти этот баланс, чтобы, например, создать свой путь вперёд, да? Вот ты понял, что тебе хочется, твои эмоции отвечают, тебе это нравится, это позитивно. Но как вот не придумать того, что тебе всё-таки не надо? Дмитрий Иванович, Юля, вы проходили наукообразности, скажите? Я поставила нечистку. Это как раз ответ на ваш вопрос содержится во всём курсе науки. Сейчас, сейчас, я не услышал, вы проходили курс, Юль? Конечно, поэтому я задаю этот вопрос, потому что, значит, я раз пойду. Ещё раз пройдите, ещё раз пройдите курс у меня, это же никаких проблем. Это не только теория, важна практика, то есть там даются различные практики, нужно вначале поставить цель, и потом существует такая медитация, когда ты цель представляешь перед собой, входишь в контакт с Высшим Я, просишь показать на экране, соответствует ли это достижение этой цели, задача воплощения, и просишь, если соответствует, чтобы она осталась на экране, если не соответствует, чтобы она там исчезла, если соответствует, но частично, чтобы она как-то изменилась. И потом, когда это сделано, то просишь Высшее Я построить к ней вот как дорогу, линию пунктирную, то есть, ну вот как, кому как она удастся, и просишь Высшее Я показать первое событие на этой ленте, первое, ну вот как шаг, который, которому стоит сделать для достижения цели. Вот это всё разрознено, я же такие картинки строю, я говорю, покажи путь, куда мне идти, то есть это очень круто, но всё равно хочется иногда какой-то чёткости. Вот Вы мне сейчас подсказали, что можно менять, то есть действительно, не обязательно именно так, а вот чтобы где-то разные были. Мы эту медитацию обязательно отдельно проведём, я обещаю Вам, о которой сейчас рассказала коротко Ирина, мы всё это отдельно. Так, значит, ещё задаю вопрос из чата сейчас. Спасибо. Так, вопрос такой, что делать, если идёшь на Высшее Я, а там тошнота возникает? Да, я тоже этот вопрос видела. Да, это признак как раз, что у Вас существуют блоки. Попробуй со специалистом, с мастером, который специальными вопросами выведет, ну как бы у Вас, продиагностирует Вас, то есть Вы закроете глаза и будет спрашивать у Вас специальные вопросы, задавать, что есть ли какой-то блок, который мешает мне с тобой общаться, существует ли, то, что нам мешает общаться и растворить его сначала. Вот был вопрос, значит, может ли просветлённый, непросветлённый человек быть в науке образности изучать? Может и очень хорошо, если изучаешь, чтобы постепенно прийти и просветлить. Потом у нас был вопрос, есть ли система классификации образов в науке образности, добро пожаловать на курс, там и разберёмся. Нет, мы здесь обсуждаем. И, значит, вот ещё есть вопрос, который я уже хочу задать из чата. Значит, как со страхом взаимодействовать в духовном мире особенно, вот страх, как быть со страхом в этом мире в духовном, как с ним сладить для того, чтобы идти дальше, если можно коротко. Как быть со страхом? Да, как со страхом взаимодействовать, со страхом в этом мире, а вот ещё туда человек идёт куда-то в духовный или там попадает в астральный, в духовный, там страх, короче, какие-то общие рекомендации со страхом. Первое, необходимо понять, чего вы боитесь, потому что оболочка, этот страх, он имеет много слоёв, у него есть внешняя оболочка, и у него есть внутреннее наполнение энергии. В любом случае вы выйдете, может быть, на ретрит какой-нибудь, или приедете на обучение, и мы попадём на высшее слое. Записывайтесь на обучение, будет ближе тогда очень. На контактёрские курсы я сейчас имею в виду. Итак, страх. Что такое страх? Это эмоция, которая является реакцией на опасность, которая представляет опасность для человека, для его жизни, для его какой-то программы. И любой страх, эта эмоция возникает как возбуждение энергии, как реакция на нарушение инстинктивной программы. Инстинктов у нас пять, как вы помните, кто уже изучал эту тему, кому я рассказывала, есть такое видео, там у нас пять инстинктов самосохранения, размножения. Да, это всё недавно повторяться, да, это всё есть у нас в курсе науки, добро пожаловать. Сорушение любой программы инстинкта вызывает такую эмоцию, которую он называет страхом. Он бывает обоснованным, и он бывает необоснованным. То есть обоснованным – это когда реально опасность грозит. И чтобы его убрать, необходимо изменить эту ситуацию, то есть по возможности убрать эту опасность. Тогда этот страх не обоснованным, он как раз не исчезает при исчезновении опасности, он существует просто как основанный на этой воображаемой ситуации. И здесь необходимо к Высшему Я узнавать причину, когда он возник, что напугало человека, растворять этот блок и полностью признаваться в доверии Богу, когда он исчезнет. Я, знаете, хотела спросить. Здравствуйте. Вот если, например, у меня есть определенные вибрации, то есть я пытаюсь создавать положительные эмоции, то у мужа моего они немножко противоположные, то есть наоборот какие-то отрицательные. То есть он такой скептик, очень тяжело до него донести какую-то информацию. И я просто не знаю, каким способом попробовать до него достучаться, чтобы мы на каком-то хотя бы приблизительно одном понимании были. То есть Вы хотите, чтобы муж был с Вами на одном уровне понимания? Нет, я хочу, чтобы он все-таки как-то вот до него достучаться, чтобы он мог ко мне прислушиваться, он мог внимать мое мнение. Внимать или принимать? Принимать. Ну а как ему до Вас достучаться, чтобы Вы приняли его мнение? Тоже вопрос. Да, и самый главный причем. Вот в этой ситуации этот вопрос самый главный. Никак, он не обязан принимать Ваше мнение так же, как и Вы его. Вы для того с ним и сошлись, и выбрали его, Ваша душа. Или же тогда мне каким способом его, я не знаю, как мне услышать. Я, в принципе, все время стараюсь уступать, прислушиваться, понимать, что он хочет, но вот меня категорически не слышат. Понимаете, сейчас я буду отвечать Вам, не зная ситуации и не зная его мнения. Я про то, что про уровни разных вибраций, наверное. Он в любом случае будет находиться на уровне своих вибраций, а Вы на уровне своих. Пока Вы сами не захотите их изменить, или Вы, или Он, Вы так и будете на разных находиться. Вы хотите взаимопонимание от Него, но я не знаю, по какой причине он не понимает Вас. Это нужно с Ним уже беседовать. И здесь то, что можно Вам порекомендовать сейчас, это откровенно с Ним поговорить. То есть не в... Что значит откровенно? Не в смысле претензий, что ты меня не слышишь, ты меня не любишь и так далее, а просто найти время, чтобы... У нас с тобой есть серьезный разговор вообще о нашей жизни, о нашем понимании, найти тот момент, когда он сможет это сделать, когда он будет не в раздраженном состоянии, ну понятно, найти кого-нибудь спокойно. И так и сказать, что... Ну, смотря какие у Вас отношения, как он себя ведет. Ну, например, сказать, что у меня создается впечатление, что ты меня не понимаешь. Ну, опять же, не обвинять его в этом, а спросить, по какой причине он так себя ведет. То есть может быть что-то ему не устраивает, может быть еще что-то. И дальше уже по его ответам будет понятно, готов ли он искать компромисс вообще или не готов. Если он не готов, то уже вам там само решать. Либо дальше принимать его таким, какой он есть, либо уже какой-то вопрос ставить другой. То есть здесь уже индивидуальная ситуация. Так, спасибо, Евгений. Спасибо Вам. Я прошу больше не задавать индивидуальные вопросы, которые интересны на самом деле исключительно Вам. Мы так не сможем. Надо на личных сеансах. Значит, давайте еще 2-3 вопроса и все. Потому что Ирина тоже у нее, значит, время, силы пока еще не бесконечные. Хотя мы к этому стремимся. Вот. Значит, быстро отвечу, что да, к Ирине запись это на год вперед. Вам нужно, значит, год ждать. Поэтому записывайтесь, пожалуйста, к другим мастерам центра. Иначе придется ждать очень долго. Ирина востребована. А если Вы хотите именно ко мне и не хотите год ждать, тогда либо на ретрит, либо на контактерский курс, и тогда Вы попадете, естественно, без очереди. Потому что там уже, ну, любой, кто проезжает ко мне на контактерский курс, все равно проходит у меня высшее я. Я так и так и говорю. Совершенно верно. Значит, тут у нас еще спрашивают, да, как записаться к Вам на курс. Я не знаю, что имеет в виду человек. Если на курс науки образности завтра стартует. Да, если на курс контактерский, то через Елену Кузнецову. Через, да, контактерский через Елену Кузнецову. Так, хорошо. Антонина, слушаем Вас. Да, у меня вопрос относительно болезни Альцгеймера. У меня мама болеет этой болезнью. Могу ли я ей чем-то помочь? Это первый вопрос. А второй, чем духовность отличается все-таки от религии? Такой вопрос. Второй, мы на него будем отвечать до следующего нашего ретрита. По первому вопросу, есть видео. Посмотрите, пожалуйста, видео болезни Альцгеймера. Вы смотрели его? Да, я видела. Ну, там, могу ли я лично помочь как-то ей? Или это ее выбор, ее души? Ну, помочь как-то медикаментозно или как? Нет, не медикаментозно. Именно, может быть, с какими-то молитвами. Ну, вот что я могу в духовном плане сделать для нее. В духовном плане. Не, не, не. Снимать больше вы никак не сможете. Это изменение ее тела. И в 90% случаев они спровоцированы какими-то блоками. Ну, раз она в таком состоянии, конечно же, там, к высшему я какой-то там уже поход. Ну, любить, принимать, стараться всеми силами, чтобы она не понижала свои вибрации еще больше. Ну, все понятно. А насчет второго, чем духовность отличается от религии? Да. Ну, хотя бы коротко вот. Сейчас коротко будет на 20 минут, я боюсь. Если очень коротко, то религия – это способ достижения целей духовности, то есть духовного развития. Это способ духовного развития, который связан с правилами, обрядами, ритуалами. А сама по себе духовность – это наполнение религии, наполнение философии. Ну, вот эта идея. Ну, духовность – это все-таки человек живет этим, да? Ну, то есть он сострадает, служит это его поступки? Или вот как это определить? Это его жизнь? Реальное действие? Цели. Это его цели. Если у него духовные цели, он совершает такие действия в жизни, которые будут показывать его цели. Ирина Лингард, пожалуйста. Добрый вечер всем. Ребята, отвечали на вопрос Юли по поводу того, что она имеет какую-то цель, визуализирует ее, хочет уточнить через медитацию, каким образом эту цель достичь, является ли эта цель, соответствует ли ее жизненному пути и так далее. И у меня вопрос, я боюсь, как бы он не оказался тоже очень личным. У меня нет никаких возможностей представить что-то визуально, отсутствует полностью картинки, темное поле. И вот то, что говорила Ирина по поводу представить на экране эту цель, то есть можно ли это как-то обходить и не представлять на экране, а просто держать в уме эту идею или как? Вот понятен вопрос или я не очень правильно? То есть у вас на экране не получается, вы эту практику именно с экраном, у вас не получается использовать, вы другой. Смотрите, на самом деле, Владимир, действительно, действительно, есть люди, может быть, кому-то сложно поверить, но кто-то не видит картинки. Да, я знаю, есть такие, да. Смотрите, где я не вижу вас. Вот Ирина, да, вот она, да. Так, Ирина. Да. Ну, вот давайте, правда, две минуты, одну минуту, там, не знаю, 30 секунд. Вот сейчас закройте глаза. Скажите, что вы видите? Я вижу даже немножко не тёмное поле, а чуть оно посветлее, потому что я смотрю как бы, ну, на свет сквозь, как бы, ничего не вижу. Вы видите, вот когда сейчас просто, расслабьтесь. Да. Все мысли из головы, просто смотрите на этот экран и потом скажите, что вы видите. Мороз и солнце, день чудесный, ещё ты дремлюшь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой, замкнутый негой зоры, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Что вы видите? Как было розоватое просто пространство, розоватое из-за света впереди, так оно и осталось. Ничего не вижу. Я имею в виду не глазами, а в уме. Ни в уме, ни глазами я ничем этого не вижу. Вы эти слова как воспринимаете? Что я как воспринимаю? Слова, которые я прочитала. Воспринимаю, да, идею, да, очень хорошо воспринимаю, зима там и так далее. Нет, идею воспринимаю, идею я... Посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Да. Видите вот эту кружку? Вижу, да, мосты разведём. Вспоминайте, как она выглядит. Запоминаю. Закройте глаза. Представьте её. Видите? Нет, не вижу. Пожалуйста, в интернете, забейте в браузере, в интернете развитие образного мышления. Ирина, свяжитесь со мной в личке, мы с вами сделаем там некоторые вещи, я думаю, всё будет. Это просто развитие образного мышления, просто упражнение для детей, которые проводят для развития творческого воображения. У человека оно не развито. Поэтому пусть она каждый, только занимаетесь этим упражнениями, которые вы найдёте, не менее 30 минут каждый день. Там они есть прям, как представлять, как учиться. Даже есть практики для детей. Они все есть, они представлены психологами. У Владимира можете взять. Да, свяжитесь со мной, Ирин. Я помогу вам, ну, уже там в личной переписке, и мы с вами там и проведём сеанс, может быть, совершенно отдельно на эту тему. Тут уже сейчас просто нет смысла. С 50-го года, ребята, когда я узнала впервые, что у людей есть картинки, я была в шоке. Ничего-ничего, у вас тоже, вы просто не совсем. Знаете, там вот сейчас Мит отвечает, что необходимо ещё, чем оно развивается. Читайте художественную литературу, там, стихи и так далее. То есть оно развивается от художественных, от восприятия художественных текстов в основном. Вот телевизор мало его развивает, а обычно чтение. Всё детство, не отрываясь. Мама филолог. Я читала художественную литературу без всякого телевизора. Ребята, тут что-то другое. Это ещё необходимо не в детстве, а в возрастном. Значит, Елена Александрова или Александрова, я не знаю, слушаем вас. Да, добрый день. Приветствую всех. У меня такой вопрос. Я прошла курс науки образности, и меня интересует вопрос, что думает МИД по поводу использования числовых кодов в управлении сознанием. Я поясню. Сейчас в последнее время есть контактёры, которые контактируют с плазмоидными цивилизациями. Они преподают управление сознанием, но это такой эквивалент науки образности, это так я это вижу, с применением кодов, числовых кодов, объясняя, что эти коды являются фундаментом матрицы мироздания. Это девятизначные коды, которые находятся в нашей штаб-квартире, в Монаде. Ну, это я передаю ту информацию. И что с помощью этих кодов можно управлять сознанием, добавляя к ним как визуальные, так и чувственные дыхательные практики. Мне бы интересно было узнать мнение МИДа, что, так сказать, есть ли у него такое видение, и что он об этом думает. Благодарю. Любой числовой код — это набор соответствующих энергий, которые выражаются тем или иным числом. То есть каждое число, оно является символом энергии, какого-то энергетического состояния. Это управление сознанием, то есть осознанием, управлением духом с помощью числовых кодов — это всего лишь вид, один из подвидов управления своим состоянием и своим телом. и своим сознанием с помощью любого другого символа. Есть очень много видов. Есть медитация, сосредоточение на какой-то картине. Есть медитация на карте Таро, есть на рунах и так далее. То есть это обычные символы, которые используются по желанию человека, но они могут быть полезны только если человек прикладывает к этому свою веру. в действенности этого символа. Тогда это действительно эффективно. Благодарю. А эти коды могут быть как-то запрограммированы? То есть эти коды преподаются как существующие коды, их спускают из космоса? Или мы можем сами составлять такие коды? Мы — это кто? Те, кто пользуется, те, кто развивает в себе науку образностью и тренируется в управлении сознанием. Есть ли у вас кураторы, которые являются этими цивилизациями, которые дают эти коды, и достаточно много таких возможностей цивилизаций, воспринимают мир в форме цифровых матриц. Но они это не цифру воспринимают просто как восьмерку или девятку, а определенную энергию, которая выражается у нас как восьмерка или девятка. И поэтому вот эти цифровые матрицы, кто с ними контактирует, они могут это записывать. Запрограммированы они на уровне энергетики, но чтобы эту энергетику материализовать, необходима еще ваша вера и ваша воля, ваше действие иногда, смотря что вы хотите достичь какого изменения. То есть правильно ли я поняла, что если дается контактерам такой код, то у меня к нему есть намерение, и тогда это может быть дополнительным таким сопровождением, дополнением для того, чтобы была реализация. Да, числовой код, он заряжен энергией для цивилизации, и они как вот помогают. Благодарю. Помогают, но они делают за вас. Да, понятно, очень интересно, благодарю. Спасибо, Елена. Два еще у нас вопроса. Сергей, слушаем. Здравствуйте всем. Очень рад вас приветствовать. Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. По практике осознанности, по образности. Вот если, например, практика доступна группе лиц, и она направлена, например, на один и тот же объект, или на одно и то же событие, или на один и тот же результат, как в таком случае распределяется приоритетность какая-то? Вот, например, группа лиц, например, сидит в Думе, сидят 50 человек, и они все мечтают стать премьер-министром, например, образно. И они все обладают вот такой практикой, и все стремятся вот к этой точке. И интересно, как все-таки распределяется вот эта, ну, результативность вот этого все, вот этих цепь событий. В общем, кто станет премьер-министром? Ну да, да. Образно, образно. Понятно, понятно, да. А цели своей достигнет тот, чья жизненная задача будет совпадать с этой целью. Премьер-министром, премьер-министр это определенная должность, которая предполагает, чтобы туда попасть, определенную вибрацию. Ну, это определенная фигура в политическом эгрегоре. Поэтому руководители политического эгрегора той или иной страны в духовном мире, есть такие руководители, духи обычно это архаты, иногда консультанты, но они уже просто как помощники. Но чаще всего это, конечно, архаты. Какой-то архаты, они стоят во главе политических и религиозных эгрегоров, и они определяют, какой дух должен прийти на ту или иную должность. И очень часто они его и ищут, они его и воплощают, они его и ведут. А если эта группа лиц, например, договорится между собой, и у них будет какая-то общая цель, например, создать какой-то продукт, например, да, и у нас там 15 человек, и мы все будем практиковать, визуализировать, создать конечный результат. Это усиливает этот результат, если нас много, и мы думаем об одном и том же? Усиливает это, усиливает реальность, усиливает наполнение энергии в астрале, вот этого вот образа, и усиливает вероятность его материализации. Спасибо вам большое, очень интересно. Так, спасибо. И последний сегодня вопрос у нас от Людмилы. Слушаем вас, Людмила. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Владимир. Здравствуйте. Вот, мне хочется узнать, вот, есть ли какие-нибудь техники, практики, чтобы не перетягивать болезни с людей? Даже, в общем, я перетягиваю даже до тех, которым даже не прикоснулось. Как это притягиваете? Перетягиваю на себя. Это как? Вопрос в другом. Есть ли практики, чтобы перетягивать? Чтобы не перетягивать? Ну, я шучу. Надо еще, надо еще как-то ухитриться, перетянуть на самом деле. А вот сейчас объясню. В школе я, у мамы, у моей очень болели пятки. Она когда сидела, не могла, ну, потом вставала, и ей было очень больно. В школе у меня потом, я подумала, как они у ней болят. И буквально через пару дней у меня стали болеть пятки. Потом вот буквально несколько, пару лет назад у знакомого плечо съела, ну, так вот было, одно плечо выше, другое ниже. Он попросил меня посмотреть. Я говорю, ну, уже поздно. Он говорит, ну, ты хотя бы приди, посмотри. Я пришла, посмотрела. Я говорю, ну, ты выбирай день, мы созвонимся, состыкуемся, я попробую что-нибудь сделать. Он мне в итоге так и не позвонил, а через пару месяцев я замечаю, что у меня зеркально съехало плечо. Вот как я на него смотрела, у него вот левая наша у меня съехала правая. То есть вот так. Я понял вопрос. Такое действительно существует. Так, хорошо. Существует у некоторых людей. Я сейчас объясню всем, потому что тут я вижу... Из-за этого я еще перебью, Риш. Я могла бы как-то там людям помочь, но из-за того, что я перетягиваю, мне вот, ну, там, люди, которые видящие, им категорически запрещают вообще к людям прикасаться, даже к мужу. Только можно к детям. Запрет прикасаться здесь не поможет. Здесь проблема глубже. Расскажите, в чем. Да, здесь проблема глубже в вашей душе, в вашей самоидентификации и отсутствии внутреннего стержня. Вы полностью не уверены в себе. И когда вы не уверены в себе, ваша внешняя энергетика, она начинает впитывать в себя определенные, ну, физические, ну, можно сказать, недостатки, определенные физические повреждения. И это все показывает на вашем теле, потому что вы как, ну, вот как мягкий пластилин. Такой, который можно лепить любому человеку. Это признак определенного типа характера. Просто сейчас людям объясню. Это признак определенного типа характера, когда очень сильно развито в инстинкте самосохранения очень сильно развито такое качество, как подражание. Когда этот подражательский инстинкт, такой подинстинкт, эта программа подражания, она развита с детства, когда человек начинает повторять за своими родителями, за своими родственниками и так далее какие-то поступки, его тело формируется таким образом, что потом и тело начинает повторять болезни особенно любимых, значимых людей или тех, кому он очень сильно хочет помочь. Такой тип характера. Он примерно, ну, может быть, если смотреть, у женщин он чаще встречается, но может быть в районе 20% населения. Такой характер встречается в разной степени. И чтобы это убрать, это не прикасаться, это не поможет. Может просто посмотреть человека, и в нем это может уже возникнуть. То есть не смотреть на мир, это не получится. Человек должен поверить в себя, свою защиту, найти свой путь и полностью выстроить, ну, вот как, свою волю. В нем нет внутреннего стержня. Он должен его выстроить. Вам нужно выйти на высшее Я и выяснить ваши цели в воплощения, пополняете ли вы свою задачу, и почиститься от блоков. Потому что иначе ваше тело будет повторять за всем. Ну, я думаю, получили вы какой-то, да? Определенный ответ, который поможет вам, Людмила. Хорошо. Значит, спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Друзья, я хочу перед тем, как мы завершим, напомнить всем еще раз, что завтра у нас стартует шестой поток уже науки образности. Не зря были аншлаги на всех пяти потоках и огромное количество благодарных отзывов, которые вы найдете в чатах науки образности. Вместо того, чтобы кто здесь был и пытается с помощью этого зума изучить науку образности, так не получится. Значит, вам надо прийти, пройти 4 семинара и к этому тайному знанию получить ключики, которые на самом деле внутри вас находятся, внутри. Но как раз там вы и осознаете, что они внутри вас. Добро пожаловать завтра, еще не поздно. Можно записаться в чате науки образности. Там очень большое количество людей, но еще можем взять. Пожалуйста, приходите. Потом еще седьмой поток у нас. То есть там разные даты под Сибирь, под Дальний Восток. Вернее, время разное. Даты тоже. Добро пожаловать. Вы все там свои ответы найдете. И там уже вы лично со мной сможете все это делать, то есть проработать, проштудировать. Вам все это поможет. Изучите науку, которая может помочь вам и поможет, если вы будете применять. На самом деле, в позитивную сторону, менять всю свою реальность. Такого еще не было. Вот в таком комплексном виде единый пазл собрался всего в последнее время. Уникальное знание это у нас сейчас есть благодаря Ирине Подзоровой, которая низко кланяется, которая вот здесь с нами находится, и Мид Гаскаусу, который эту науку передал в планеты Слерг. Огромная благодарность всем присутствующим. Благодарю Ирину за то, что она нашла время. Может быть, вы не знаете, но я скажу вам, в свой выходной нашла время. И вот вместо своего, так сказать, выходного времени, вместо отдыха тут с вами. Потому что мы ее об этом очень попросили. Я лично. Поэтому моя огромная благодарность. Благодарю всех присутствующих. Если есть возможность, пожалуйста, смело обменивайтесь финансовой энергией. Вот я ссылку приложил с проектом Кассиопея. Наши донейшн, дар по сердцу, это все идет на благо на развитие проекта. Если хотите поучаствовать и финансовой энергией обменяться, то мы будем очень рады и благодарны вам за это. Ир, попрошу тебя слово. Да, тоже. Мид Гаскаус передает вам всем привет, передает вам свет своей любви. И приветствие от жителей Ислера. А также я вас лично благодарю за участие в проекте, за вашу поддержку моральную, духовную, материальную, за вашу работу, за ваши практики, за свет каждого из вас, который увеличивает количество света в новосфере Земли и помогает нам всем приближаться к Богу. Я вас всех благодарю. Благодарю и люблю. Благословляю и принимаю. До встречи, друзья, на наших новых в эфирах, на семинарах и на курсе «Науки образности». Шестой поток стартует завтра в чате «Науки образности». Всего доброго. До свидания. Спасибо, Ир. Благодарю. Ты пришел в эту жизнь словно сказки волшебный герой. И когда нелегко, я прошу, оставайся собой. Тебе кажутся счастье и солнце так далеко. Но, вернувшись к себе, мир духовный увидишь легко. Вот моя рука и рядом с тобой я. Звездная семья Касси-Атея Вместе познаем миры и созвездия Мы одна семья Касси-Атея Ты пришел в этот мир Любимых вести за собой Доверять и любить И помнить, кто ты такой Подари яркий свет И тепло всем, кто рядом с тобой И на небе ты будешь сиять Путеводной звездой Вот моя рука И рядом с тобой я Звездная семья Касси-Атея Вместе познаем Миры и созвездия Мы одна семья Касси-Атея Вот моя рука Касси-Атея Субтитры создавал DimaTorzok